Здравствуйте, с вами снова Бизнес Идея. Поговорим сегодня о развитии сфер туризма и спорта. Именно эти направления стали основой бизнеса предпринимательства из Кокштау Рыскуля Растамбаевой. История бизнеса Лумин – это яркий пример того, как можно стать участником космоса программы и начинать реализацию многомиллионных проектов. Рыскуля Растамбаева начинала свой бизнес в начале нулевых. Игрушки, спортивные товары – именно это она взяла в основу своей предпринимательской деятельности. Так или иначе, ей удалось расширить свое дело. Сегодня Рыскуль Токеновна – владелец целой сети торговых точек. В качестве частного предпринимателя у меня опыт работы более 15 лет. Мы начинали буквально, предположим, с небольших сумм. Первоначальный наш оборот был тысячи долларов. Наше направление – это было игрушки, спорт. Занимаясь игрушками, мы начали заниматься спортивным товаром, потому что нам хотелось детям предоставить тот ассортимент, необходимый им в спортивной секции. На данный момент бизнес Рыскуля Растамбаевой – это уже сеть магазинов. Удачно соединив два направления, Рыскуль Токеновна, не останавливаясь на этом этапе, решила открыть для себя нечто новое. Во всяком случае, новый бизнес в некотором роде связан с уже имеющимся делом. Бизнес Вумлин объектом для своего дела выбрала городской пляж. Проект начат в прошлом году и уже создана определенная инфраструктура. Тем более, что начинание Рыскуль Токеновны нашло поддержку у властей. На сегодня наш бизнес – это сеть спортивных магазинов и сеть детских магазинов, детской игрушки. Это спортивный магазин – это грандспорт, детский – это бэбисбол. Это два направления, которые между собой переплетаются. Мы, занимаясь этими двумя направлениями, решили в прошлом году для себя открыть новое направление. Это направление также пропагандирует здоровый образ жизни, занятия, спортом, увлечением, туризмом и отдыхом. Мы на базе городского пляжа по поручению Сергея Витальевича начали проводить работы, чтобы его обустроить, сделать инфраструктуру, чтобы она соответствовала современным требованиям. В прошлом году мы на этом проекте уже провели подготовительные работы. Мы очистили болото, брали камыши, увеличили зону песка. В планах Роскульт-Океновны развивать не только летний отдых. Потенциала пляжа хватит на круглый год. Необходимо создать соответствующую инфраструктуру, отмечает бизнес-вумен. В дальнейшем мы планируем ставить там здания. Сейчас мы готовим все документы. Разрабатываем рабочий проект. Тут можно посмотреть. У нас будет здание, в котором будет предусмотрен медпункт, комната для спасателей, комната для того, чтобы люди могли, предположим, тот же инвентарь зимой. У нас пляж будет работать в круглогодичном характере. Проект затратный, ведь недостаточно одной инфраструктуры, необходимо подобрать квалифицированный персонал. Предприниматель учла и этот момент. Персонал мы подготовили, обучили. У нас они получили уже документы, что прошли курсы. На пляже у нас работают подготовленные. Они прошли инструктаж, у каждого из них есть документы о том, что они знают. Могут быть в качестве инструктора спасателей. Стоимость проекта примерно 60 миллионов тенге. Мы этот проект в прошлом году подготовили, презентовали Сергею Витальевичу. На базе этого проекта я прошла по конкурсу «Деловые линии». Более того, Рискуля Растамбаева прошла обучение за рубежом. В Германии, где она почти месяц проходила стажировку, предприниматель нашла партнеров. Поехать на учебу в бизнес-вуминг помогла палата предпринимателей. Мы прошли обучение в Казахстане. Платил само государство. Получили на базе этого обучения сертификаты о том, что мы пришли обучение. Потом мне национальная палата предпринимателей помогла подготовить бизнес-план. С этим бизнес-планом я участвовала в конкурсе «Деловые линии». По конкурсу прошла, и я в составе 21 человек от Казахстана. Мы 6 июня выехали в Германию и вернулись, выехали оттуда 30-го. Для меня было очень плодотворно. Основная тема моей поездки была на базе моего проекта по пляжу. Мы себе нашли там немецких партнеров. Сейчас у нас идет в стадии изучения их коммерческого предложения. Германия, она учит Германии. Мы в общеобразовательном центре МБЛ были. По поручению ГИСа они проводили с нами тренинги. Тренинги были у нас, встречи групповые и частного характера. В дальнейших планах развить свой бизнес. То, что на сегодня есть, это только начало. Сам проект рассчитан до 2018 года. Если все сложится удачное, берег озера Копа значительно преобразится. Следующим местапом станет решение экологических вопросов, таких как очистка водоема. Мы свой проект «Грандспорт» и спортивно-развлекательный центр будем ставить на дорожную карту Казахстана. И я думаю, что мы от государства получим поддержку при получении кредита для того, чтобы свой проект довести до конца, построить здание, полностью создать инфраструктуру. Помощь в этом может оказать народный Банк Казахстана, оператор государственных программ. В реализации госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020» банк задействован самым прямым образом. Программа «Дорожная карта бизнеса-2020» реализуется по трем направлениям. Это поддержка новых бизнес-инициатив, это отраслевая поддержка и снижение валютных рисков предпринимателей. Субъектами финансирования по первому направлению программы являются начинающие и действующие предприниматели моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов. Отраслевые ограничения по данному направлению программы не предусмотрены. Ставка вознаграждения по данному направлению составляет не более 19%, из которых 10% оплачивает государство и оставшиеся 9% оплачивает непосредственно заемщик. В качестве залогового обеспечения по программе может выступать для начинающих предпринимателей гарантия фонда «Дому» в размере не более 85% от суммы займа. Отличительными особенностями второго направления программы «Дорожная карта бизнеса-2020» является возможность финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных секторах экономики. По третьему направлению программы кредитованию подлежат предприниматели, занятые в приоритетных секторах экономики, а также в отраслях обрабатывающей промышленности. Основным условием по данному направлению программы является наличие валютной выручки, которая должна составлять от общего объема денежной выручки за последние 6 месяцев не менее 10%. Ставка вознаграждения устанавливается в размере не более 16% годовых, из которых 10% оплачивает заемщик, а оставшуюся разницу 6% оплачивает государство. К новостям палаты. В Акмолинской области стартовали обучающие семинары для сельхозтоваропроизводителей. Напомним, обучение субъектов АПК инновациям и основам эффективного ведения агробизнеса инициировал Центр агрокомпетенции Национальной палаты предпринимателей РК «Тамикен». Семинары уже прошли в районах Зеренды, Исиль, Буланды и Шотанды, определены передовые хозяйства, на базе которых проведены лекционные занятия и практическая часть. По информации начальника отдела АПК региональной палаты предпринимателей Гульмиры Джазиной, в Акмолинской области в течение двух месяцев будет проведено 25 семинаров по основным с учетом региональной специфики направлением с охватом всех районов. Уважаемые предприниматели, по всем имеющимся у вас вопросам вы можете обратиться в палату предпринимателей. Эксперты палаты ждут вас по адресу город Кокштаб, улица Абая, 96, контактные телефоны 72-25-35, 72-25-37 или 72-25-43. На этом мы с вами прощаемся, до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok